Вера во Всевышнего Аллаха Вера во Всевышнего Аллаха подразумевает под собой верить во всемогущего Творца этой Вселенной, тот, кто по своему могуществу создал ее, тот, который определил своей волей быть тому, что мы видим вокруг нас. Тому, кто создал этот мир таким, каким он хотел его сотворить. Мы должны помнить о том, что Всевышний Аллах, Он всезнающий, Он всемогущий, и добро, и зло происходит по Его воле, и хорошее, и плохое, абсолютно все, что мы видим. Любая мельчайшая пылинка, частичка, которая движется перед нашими глазами, она движется именно так, как Всевышний Аллах ей определил. И начиная от этого небольшого действия, заканчивая такими глобальными событиями, которые происходят в мире вокруг нас, или хорошие события, счастливые, или трудности, или испытания, или несчастья, или болезни. И все это предопределено Аллахом Субханаху Ва Тааля. В этом и заключается основа веры в Аллах Тааля. Также необходимо обратить внимание на то, что Аллах Тааля, Его нельзя пытаться представлять своим умом. Нельзя пытаться представить какой-то образ себе, и сказать, что вот эта вот иллюзия, этот образ, который я себе представил, в виде какого-то лица, или в виде какого-то пожилого человека, или молодого юноши, что это есть Аллах Тааля, который создал этот мир. Нет, вера мусульманина, это верить в то, что Аллах Тааля есть, Он существует, и все, что существует, указывает на того, кто сотворил это, то есть на Него, на Всевышнего Аллаха. Но при этом мы не можем его пытаться представить. Передается от великого сподвижника Абдуллаха ибн Аббаса. Тафаккару фи халкиллах, вала тафаккару фи дзатиллах. Размышляйте, думайте о созданиях, о творениях Аллаха Тааля, но не размышляйте о Его сущности. Сущность Аллаха, она непостижима разумом. Мы не можем себе представлять какой-то образ или объект, называя Его Богом, называя Его Творцом. Аллах Тааля, Он существует, но не подобно тому, как существуем мы. У нас есть оболочка телесная, есть форма какая-то, у каждого есть свой облик, у каждого творение. У людей у нас есть душа, и наша жизнь — это плоть, это душа. Аллах Тааля, Ему не присуща форма, Ему не присущ какой-то образ, Ему не присуща части или какие-либо конечности. Аллах Тааля, Он существует, но не подобно тому, как существуем мы.